Вокруг основной теоремы арифметики. Ну, прежде всего, какой-нибудь очень въедливый слушатель должен мне сказать, Алексей Владимирович, а почему вообще можно разложить натуральное число в произведения простых? Ну, если это троллинг, то я ему отвечу, сам разберешься. Но если это реально инопланетянин, который вот появился здесь, да, и пытается разобраться, как здесь все работает, то ему нужно нащупать некоторую фактически аксиому, которая связана с натуральными числами. Аксиома звучит так. Натуральное число нельзя уменьшать в бесконечное количество шагов. Положительное целое число. И я не вдаюсь в подробности того, какая система аксиом для натуральных чисел там верна. Это утверждение явно совершенно верное и всеми понимаемое. Поэтому если есть положительное число, и если есть его какое-то произведение в какие-то два других положительных числа, то, как непосредственно очевидно, если ни одно из них не равно единице или минус единице, то одно из них по размеру, по длине, да, будет меньше, чем число n. Ну, если это положительное число, это два положительных, просто одно из, оба, фактически оба числа будут меньше n. Ну и тогда, соответственно, если они непростые, то можно дальше продолжать процесс. Будет там а1, а2, может быть b1, b2, может быть кто-то из них уже простой. Может из этих, например, вот эта парочка простые, это еще не простые. Мы можем продолжать пытаться вычленять простые делители, пока это получается. Замечая, что произведение не может быть бесконечно длинным, потому что даже если их заменить на двойки, все простые числа, не меньше, чем два. Но как бы дважды, 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 дважды и так далее, уходит в бесконечность. Аксиома Архимеда, кажется, это называется. Вот, тем самым, если достаточно много раз взять число 2, в какой-то степени k, оно станет больше n. И вот это k, да, которое, ну если 2 в k равно n, ну или там 2 в k больше n, да, то мы говорим так, что k, соответственно, k тогда у нас будет больше, чем логарифм двоичный числа n. Ну, то есть это вот просто по определению, что такое логарифм двоичный числа n, то число, в которое нужно ввести 2, чтобы получить n. Ну, здесь кто-то скажет, блин, я вообще не знаю, что такое логарифм, я вообще не знаю, что такое степени, это какая-то нецелая степень. Ну, тогда просто заметим, что в таком произведении не может быть больше, чем k множители, и все. А про логарифмы мы поговорим как-нибудь в другой раз. То есть иными словами, для каждого числа n есть совершенно конкретная оценка, которую, может быть, мы пока еще не понимаем, что она означает. Но это оценка на количество множителей здесь, и когда их число, значит, приближается к этому, в конце концов, просто процесс застопорится, и они все будут простыми. Так, прекрасно. Теперь еще некоторое, значит, некоторое дополнение важное. Дополнение про целые числа. Если n целая, будем так говорить, больше и меньше нуля, да, то теорема звучит немножко иначе. То n единственным способом представляется в виде минус 1, ну, в степени, там, соответственно, 1 или 0, это в зависимости от того, отрицательное оно или положительное, на, соответственно, произведение простых чисел, среди которых могут быть и одинаковые. Но давайте одинаковые сгруппируем. И еще раз положим по росту. То есть, так что это будут, ну, во-первых, у нас уже положительные простые числа. Вот минус 1 мы, если n был отрицательным, мы минус 1 поставили, дальше уже число будет положительное, мы можем раскладывать положительные простые. Вот. Ну, и тогда, соответственно, можно по росту написать так, значит, минус 1 в степени 1 или 0 умножить на 2 в какой-то степени больше или равной нуля, на 3 в степени больше или равной нуля и так далее. Ну, как бы, да, до бесконечности, но только тут только конечное количество множителей реально будет. То есть, мы сгруппировали их, ну, и можно так оставить, потому что, значит, это, соответственно, плюс-минус q1 в степени альфа 1, q2 в степени альфа 2 и так далее, qr в степени альфа r. И теперь, что у нас про это можно сказать? Где, ну, плюс или минус я даже не записываю в зависимости от того, n больше нуля или меньше, а q1 строго меньше q2, так, q1 больше или равно двойке, строго меньше q2, строго меньше так далее, строго меньше qr. Различные простые, разные простые. А все альфа, 1 и так далее, альфа r, строго больше нуля. Целые положительные числа. И вот такое разложение уже полностью единственно. То есть, если у меня есть некоторое число n, то существует однозначно определенный знак этого числа и однозначно определенный набор идущих по возрастанию простых положительных различных чисел, начиная с двойки или выше, в степенях, которые все тоже строго положительны, некоторые будут, ну, просто единичной степени, значит, простое входит в однократном количестве, а некоторые 2, 3 и так далее, да. Соответственно, наше число n делится на квадрат, на куб и так далее, соответственно, простого числа. И вот это вот разложение, это, так сказать, однозначная форма записи натурального или отрицательного целого числа в виде произведения простых. Единственное, для чего, для какого числа мы вообще не рассматриваем никакое произведение простых, ну, это для каких чисел? На самом деле, для 0, 1 и минус 1. То есть, есть такие как бы выделенные числа, но для 1 и минус 1 мы можем написать, что это пустой набор, и все, ни одного простого здесь нет, и написано плюс-минус единица. Для 0 вообще ничего не можно написать, но это совершенно особенное число, и с точки зрения делимости оно всегда выделяется. Но 1 и минус 1 тоже особенные числа. Это числа, на которые делится любое целое число, они называются обратимыми числами и играют особую роль в арифметике целых чисел. Вот, вот такие вот наблюдения нам пригодятся в будущем, особенно, когда мы будем все это хе-хе обобщать на произвольные кольца.